Россия и Украина впервые с августа обменялись пленными. Обмен стал крупнейшим за всю войну. Президент Ирана Ибрахим Ройеси пообещал найти и наказать виновников теракта возле кладбища в городе Кирман. Там погибли 84 человека. Лидер ливанской группировки Хизбалах выразил соболезнование в связи с гибелью второго лица. Хамас в Бейруте обвинил в этом Израиль и пообещал ответить. Россия и Украина провели первый с августа обмен пленными. В Киеве отмечают, что это крупнейший обмен по количеству возвращенных защитников после начала войны. По словам украинского президента Владимира Зеленского, в Украину вернулись 230 освобожденных, 213 солдат и сержантов, 11 офицеров и 6 гражданских. Как уточнил омбудсмен Дмитрий Лубенец, среди них были защитники Мариуполя, Азовстали и острова Змеиной. В свою очередь российская Минобороны отчиталась о возвращении 248 человек. Российские пропагандисты и чиновники утверждают, что 75 из них Москва получила за пятерых командиров обороны Азовстали, которых украинский президент прошлым летом забрал из Турции, где они должны были находиться до конца войны. Обмен состоялся при поддержке Объединенных Арабских Эмиратов. Владимир Зеленский заявил, что Украина помнит каждого и каждую, кто находится в плену и должна вернуть всех. Дмитрий Лубенец отметил, что новый обмен может состояться уже в ближайшие недели. Аналитики Института изучения войны считают, что время для обмена было выбрано не случайно. Возможно, Москва таким образом попыталась представить недавние сообщения о жестоком обращении с пленными как недостоверные и показать, что Россия действует в рамках международного права. Президент Ирана Ибрахим Раиси пообещал найти и наказать заказчиков и исполнителей теракта возле кладбища в городе Керман. Накануне там прогремели два взрыва во время мемориальной церемонии, посвященной четырехлетию со дня гибели генерала Корпуса Стражи Исламской Революции Косема Сулеймани. По последним данным, на утро четверга погибли 84 человека, пострадали более 200. Ответственность за самую кровавую атаку на Иран за последние 45 лет пока официально не взял никто. Ибрахим Раиси обвинил вне Израиля США, которые утверждают, что не причастны к произошедшему. Как пишет New York Times со ссылкой на воскопоставленных американских собеседников, взрывы могла организовать группировка «Исламское государство», которую считают террористической во многих странах мира. Источники также рассказали газете, что верховный лидер Ирана Аятала Али Хаминей призвал иранских военачальников проявить стратегическое терпение и не втягивать страну в военный конфликт с США. Взрывы в Иране произошли чуть более чем через сутки после убийства замглавы политбюро Хамас в пригороде Бейрута. На фоне этих событий и продолжающейся уже три месяца войны в Газе, наблюдатели опасаются, что напряжение в регионе возрастет еще больше. Власти Исламской Республики объявили четверг национальным днем траура. Верховный представитель Евросоюза по внешней политике и безопасности предупредил о неизбежном распространении насилия на Ближнем Востоке, если конфликт Израиля с Газой не будет урегулирован. Жозеп Боррель сделал такое заявление на следующий день после того, как заместитель лидера Хамас Салех Аль-Арури был убит в результате удара беспилотника по Бейруту. Израиль не взял на себя ответственность за это нападение, но сообщил, что готовится к актам месте. Напряженность также нарастает в Красном море, где международные коммерческие суда подверглись нападению со стороны хуситов, поддерживаемых Ираном. Эти повстанцы стали применять ракеты и беспилотники после начала войны между Израилем и Хамас, что привело к серьезным нарушениям торговых потоков. В ответ Соединенные Штаты и некоторые европейские страны направили в регион военные корабли и офицеров, наращивая там свое присутствие и Иран. Боррель выразил сожаление о том, что страны-члены Евросоюза не призвали единым голосом к прекращению огня в Газе. Мы не были способны, в конце Европы, llegar к позиции унанимы, чтобы защищать огонь в огне. В反рике, мы limitаем нас к душе к минимуму, diciendo, что поддерживаем паузы, в plural, умунитарные, и в увеличении помощи к гражданам в войне. Нет, 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 нет. Большинство стран ЕС проголосовали за прекращение огня в секторе Газа на Генеральной Ассамблее ООН в декабре. Но некоторые из 27 стран блока, прежде всего Австрия, опасаются, что совместный призыв к прекращению огня на уровне ЕС может подорвать право Израиля на самооборону. Выступая на дипломатической конференции в Лиссабоне, Боррель предупредил, что Европу могут обвинить в применении двойных стандартов в отношении двух войн в Украине и Газе. Некоторые страны Евросоюза, в том числе Бельгия, Ирландия и Испания, публично призвали к прекращению огня в Газе и вокруг сектора. Но среди членов ЕС до сих пор нет консенсуса по этому вопросу. Израиль заявил, что открыл ответный артиллерийский огонь по объектам инфраструктуры Хизбаллах после того, как ливанская группировка обстреляла его территорию. В Хизбаллах заявили, что в результате обстрела были убиты четыре человека, в том числе высокопоставленный полевой командир Хусейн Хадиязбек. В Цехал готовится к возможной эскалации конфликта, которое может стать последствием убийства одного из лидеров Хамаса в Беруте. Официально Тель-Авив не признал ответственность за нападение на Салеха Аляруре, но Хизбаллах и Хамас обвиняют в убийстве именно его. Замглавы политбюро и по совместительству основатель военного крыла палестинской организации стал самым высокопоставленным членом Хамас, погибшим после начала войны в Газе. Глава Хизбаллах Хасан Насрала заявил, что Израилю стоит ожидать ответа и наказания, и предупредил, что если еврейское государство задумает начать войну с Ливаном, это будет стоить ему очень дорого. Тем временем в самом секторе Газа продолжаются бои. В последние дни особо интенсивные военные действия проходят в районе города Хан-Юнис на юге Анклава. Цехал утверждает, что израильский истребитель нанес удар по комплексу, где боевики производили оружие. Красный полумесяц заявил, что армия Израиля попала по штаб-квартире организации в городе и окрестностям больницы Аля-Маль, в результате чего погибли пять человек. Тель-Авив призвал палестинцев эвакуироваться из Хан-Юниса в Рафах. Еще в начале декабря в ООН заявили, что более 1 миллиона 900 тысяч жителей Газа, то есть более 80% населения Анклава, были вынуждены покинуть свои дома. По данным подконтрольного Хамас Минздрава Газа, с начала войны погибли уже более 22 тысяч жителей сектора. В регионе Британь на северо-западе Франции объявлен красный уровень тревоги из-за непогоды. Река Лаита вышла из берегов. Город Кемперле с 12-тысячным населением готовится к наводнению. Есть риск затопления прибрежной зоны реки Лофт. Синоптики прогнозируют, цитата, исключительно интенсивные осадки. Затоплены большие участки территории в Германии, в Нижней Саксонии и Бремени. Не прекращаются сильные дожди. Уровень воды в местных водоемах резко повысился. До критического в реках Везер, Аллер и Лайне. Есть риск масштабных наводнений. Шторм Хэнк обрушился на южные регионы Соединенного Королевства. Экстренным службам пришлось оцепить улицу в районе Лондона, Гринвича. Там из-за сильного ветра рухнули строительные леса. Власти призвали жителей быть готовыми к перебоям в транспортном сообщении и отключениям электроэнергии. По прогнозам, скорость ветра достигнет 60 миль в час в центре и 80 на побережье и в западных районах. В скандинавские страны пришли трескучие январские морозы. В Швеции ночь на среду стала самой холодной за последние 25 лет. В Квики-Йок-Арринярка, это метеостанция на севере страны, была зафиксирована рекордно низкая температура, минус 43,6 градуса Цельсия. В связи с холодами власти объявили оранжевый уровень опасности. Во многих регионах страны закрыты учебные заведения, прекращено движение общественного транспорта. А на Данию обрушилась снежная буря. Власти призвали автомобилистов не садиться за руль без острой необходимости. Из-за непогоды не ходят паромы. Со вторым городом страны Орхусом прекращено железнодорожное сообщение. По прогнозам, высота снежного покрова в некоторых районах достигнет 70 сантиметров. Ближе к югу снег сменяется дождем. Там действует предупреждение о риске наводнений. Суд в Аргентине приостановил действия части мер чрезвычайного указа президента Хавьера Милея, которые касаются изменений трудового законодательства. В заявлении суда говорится, что это сделано для уточнения, имеет ли президент право имплементировать эти меры без одобрения Конгресса. Жалобу на реформы подал крупнейший в стране профсоюз CGT, который назначил на 24 января общенациональную забастовку. Подписанная президентом указ в частности накладывала ограничения на проведение забастовок и увеличивала максимальный испытательный срок до 8 месяцев. В США суд опубликовал первую партию документов, содержащую имена так или иначе связанных с делом американского финансиста Джеффри Эпштейна, которого обвиняли в торговле сексуальными услугами и связях с несовершеннолетними. Значительная часть имен в опубликованных документах уже была известна, в их числе экс-президента США Билл Клинтон и Дональд Трамп, брат короля Карла III, принц Эндрю. Из ранее неизвестных имен называют иллюзиониста Дэвида Копперфильда. При этом суд подчеркивает, что не все фигуранты этого списка напрямую связаны с обвинениями, предъявленными Эпштейном. Символ корпорации Дисней Микки Маус, ставший общественным достоянием с 1 января, предстает в новом качестве. Свет увидел трейлер фильма ужасов режиссера Джейма Бейли «Мышеловка Микки», где знаменитый лопоухий мышонок оказывается кровожадным маньяком. Известно также, что мультипликационный персонаж задействуют и в компьютерном хорроре от студии Nightmare Forge Games. Напомним, что речь идет о ретро-версии Микки Мауса, той, которая появилась в мультфильме Дисней 1928 года «Пароходик Вилли». Более поздние образы Микки Мауса по-прежнему защищены авторскими правами.